подожди, Сереж, ну чуть-чуть точка ставится на шпангоут у нас все в миллиметрах в постели, они железные думаю, больше надо не придуть сюда сварщиков надо, сюда сборщиков нет не хватает их у нас но и и и и В процессе я сборщик корпусов металлических судов. Шестого разряда. Больше 35 лет я здесь уже отработал. Ушел на пенсию и до сих пор здесь тружусь. Или не надо было это говорить? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Были в 70-е годы, были такие мальчишки, пришли в училище, нам сказали, вот есть сварщики, есть сборщик корпусов, пошли на сборщиков, даже не представляю, что такое, знали только, что строить будем корабли. А когда пришел первый раз в цех, дверь приоткрыл, там такой грохот, что-то шум, такой все это. Я даже закрыл и думаю, может, я не приду сюда. Но потом вот как-то коллектив помог, все такими дружными, все это будет. Не было такого, чтобы не хотелось, ну надо. А строение, кажется, это мой второй дом здесь. Много есть учеников, которые здесь работают, которые на другом предприятии в городе. Больше с ними встречаешься, их видишь, здороваешься, вот, все это, вот, ага, привет, привет. Вот, кстати, Сергей Копытин, у меня тоже мой же ученик, сейчас у него уже пятый разряд. Если человек хочет работать в этом соустроении, он должен как-то себя не то что проявить, а понять принцип чертежа. Вот, самое большое, это научишься читать чертеж, не будешь бояться ответственности, и все, ты будешь высоколастный сборщик корпусов. Сварщиков надо, надо, судосборщиков нет, не хватает их у нас. Мало какой-то пропаганды, раньше такие фильмы были про рабочих, про все, а сейчас смотришь, одни из сериала, которые богаты да бедные, а кто же будет работать-то? Такой вот, если как в соустроении без человека, как это, машины что-то могут делать, нет, руками, все это сделано, здесь какая-то должна душа быть. Наш завод выпускал много продукции, которые корабли и понтоны. Сейчас у нас в продукции выходят водолазные катера, гидрографы. Конечно, изменилось очень много в цеху. Когда до этого были постели, они такие, как мы звали постели, они железные, все такие неровные, все это, а сейчас все запетонировано. Есть швейлер, который ровненький, на которых можно все разложить. У нас все в миллиметрах. Вот разметку когда делаем, миллиметры, мне вот бывает, если кто-то скажет, 2 метра 20 сантиметров, я это не понимаю. Я начинаю как-то переваривать там все это, а сказал 2200, все, я сразу же это понимаю, что это. Корабль состоит всегда все из текста. Вот сейчас вы находитесь в машинном отделении. Вот туда идет носовая часть. С этой переборкой будет компрессорная. Там корма. Следующая переборка – актерпик. Подожди, Сереж, ну чуть-чуть. Сейчас мы будем проверять горизонт, или как бы по заданным размерам, третий блок. Включим лазер. Тут точка. Точка ставится на шпангоут. Снизу бимс. Получается, ровненько держим, да. 975 миллиметров. Да, миллиметров. Все в норме. Горизонт в норме. Вот так смотришь на него, оно все начиналось с какого-то простого железа, с простой какой-то, с одной секции. И вот так постепенно, постепенно он все на него, он все рос, рос. Вот сейчас он стоит уже такой красавец покрашенный. Сколько здесь специальностей. И сварщики, и сборщики корпусов, и рубчики, и у нас еще маляры покрасили все это. Сколько таких специальностей. А еще у нас электрики, трубники. И все это в одном корабле. И вот если без какой-то души его не вкладывать, он будет просто как-то железячий какая-то. А этот живое. Живой такой прям, ну как детище, которое мы начинали. И вот он такой вырос, такой вот красивый наш судно. Я Сергей Торбеев. Я судостроитель. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok